Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English. С вами Елена Викторовна, Вагнистая, его ведущая. И сегодня мы с вами начинаем большой, интересный, очень хороший, подробный курс по английской грамматике среднего уровня, уровня Intermediate или уровня B1, B2. B1, B2. Я думаю, что те, кто довольно-таки долго учат английский язык, рано или поздно понимают, что всё, хватит топтаться на одном месте, хватит уже смотреть какие-то уроки однодневные, вся английская грамматика за час, там, я не знаю, весь английский язык за полчаса, и рано или поздно понимают, что пора таки серьёзно браться за ум и всё-таки разбираться в тонкостях английской грамматике. Ничего страшного здесь нет, ничего ужасного нет, друзья, вы таким образом постигаете образ мышления, можно сказать, с какой-то иной стороны, иной взгляд на мир постигаете благодаря английской грамматике. Всё, вступление закончили, мы с вами работаем по книге English Grammar and Use, издательства Cambridge, автор этой книги Raymond Murphy. Эта книга претерпела более четырёх изданий, она издаётся с 1985 года, 1985 года, то есть уже книга, ну, можно сказать, мой ровесник практически, друзья мои. И её переиздавали столько раз, что, наверное, уже вышло более миллиона копий. Сегодня в первом юнити, в самом первом уроке, уроки здесь называются юниты, мы работаем с вами с Present Continuous. I am doing. Это настоящее продолженное время в английском языке. Итак, думаю, что вы уже наслышаны о таблице времён английского языка, о системе времён, какая она всё сложная, непонятная, вы уже подступались к ней вместе со мной в курсе Красный Мёрфи, но мы проходили не всю таблицу времён полностью, мы проходили лишь её элементы. Итак, в английском языке всё то же, что в русском. Есть у нас что-то, что случилось в прошлом, это прошлое. Есть что-то, что происходит сейчас, это настоящее, или то, что происходит обычно, регулярно, постоянно, настоящее. Есть что-то, что ещё не произошло, оно предстоит этому произойти в будущем, это, соответственно, будущее. Да, три вектора, тут всё то же самое. Что отличается? Отличается то, что каждая из времён в английском языке имеет по четыре варианта. Четыре варианта настоящего, четыре, прошлого, четыре, будущего. Да, вот эти четыре варианта, это четыре смысловых акцента. На английском языке это называется aspects. Смысловые, как бы, такие-то небольшие отличия, что главное в том, что было в прошлом, в настоящем, или в будущем. В русском языке вот эти вот акценты мы передаём с помощью дополнительных слов. Сейчас, вообще, обычно, вчера, с двух до пяти, до того, как ты пришёл. Всё это мы передаём с помощью дополнительных слов. А в английском языке именно сама форма глагола уже, как бы, показывает нам этот акцент. Он туда в неё вшит. Это такой, довольно-таки, интересный момент. И мы постепенно с вами разберёмся в таблице времён. Давайте посмотрим на настоящий, потому что начинаем мы с вами с present. Вот у нас четыре настоящих времени в английском языке. Если мы будем брать, допустим, за основу глагол go, то мы получим I go, я хожу. I'm going, я иду. I have gone, я ходил или я сходил. I have been going, я иду. То есть, мы видим, что два раза у нас вариант перевода сходился. Я иду, но при этом мы сказали, в первом случае I'm going, во втором I have been going. Почему так? Потому что это два разных времени. Они заключают в себе разную суть. I go, я хожу. Понятное дело, что уже мы ощущаем вообще хожу, а не сейчас. Вариант три просто мог кого-то, кто не подкован в английской грамматике, повергнуть в шок, потому что я ходил, это же прошлое, да? Почему? Каким образом оно относится к настоящему? Всё это, друзья, мы с вами узнаем. Пока просто вот как бы схематически я вам обозначаю план манёвров. Вот наша таблица времён. Видим, у нас есть present, настоящее, past, прошлое и future, будущее. И четыре акцента. Simple, то есть простой вариант времени. Continuous, продолженный вариант времени. Perfect, перфектный или результативный вариант времени. И perfect, continuous, продолженный, результативный. Господи, что это за названия такие, да? Давайте пока не будем фокусироваться на названиях. Я вам скажу пока, что нас интересует present, continuous, вот эта ячеечка. В следующем уроке мы с вами разберём present, simple. Потом мы плавно перейдём к present, perfect и present, perfect, continuous. А всего на изучение таблицы времён у нас уйдут первые 24 урока. И одно из времён мы разбирать не будем. Вот это future, perfect, continuous мы разбирать не будем, друзья мои. Всё. Мы с вами подробно разберёмся во всём этом. Вы поймёте, как работает таблица времён, почему всё так, казалось бы, сложно и непривычно. Это не то, что сложно, а просто непривычно, друзья мои. И на самом деле вы поймёте, что всё же не так-то и сложно. Ну что ж, поехали. Вот у нас Сара, она находится в машине, она находится на пути на работу, она едет на работу. Я могу задать логичный вопрос. Что делает Сара? И вы мне скажете, она едет на работу. Я спрошу вас, когда она едет на работу. Вы мне скажете, сейчас едет. Тут же понятно, да? Вот она сейчас в машине, она сейчас едет на работу. Да, друзья мои? Когда мы говорим в английском языке, что сейчас что-то происходит, прямо сейчас, именно сейчас, это действие выполняется. Оно началось ранее, оно ещё не закончилось. Вот это, continuous, это present continuous, выглядит как is driving. Sarah is driving to work. She is driving to work. Наш глагол, как бы ядро это drive, ехать, быть за рулём. И он приобрёл форму is driving. Давайте с вами сразу запомним, что за время отвечает вот это вот is. Потому что driving, это просто как бы, как причастие, да? Какой ты по действию? Какая Сара по действию? Она по действию сидящая за рулём. She is driving, да? И когда это всё происходит, вот если мы хотим именно сделать акцент, что сейчас это происходит, ни в прошлом, ни в будущем мы должны использовать is. Ну, мы уже, конечно, знаем, что есть ещё am и are. Да, и всё это варианты be. То есть, present continuous всегда состоит из двух кусочков. Первый кусочек, вариант am, is или are. Второй кусочек, это действие с in. Второй кусочек не отвечает за время. Он показывает действие, какой процесс происходит, какой человек по действию. Первый кусочек, am, is, are, показывает, что всё это сейчас происходит. Если бы я сказала she was driving to work, то я бы этим показала, что она, например, вчера в это время ехала на работу. То есть, действие было бы уже привязано к прошлому. Это я забегаю вперёд, не пугайтесь. Ну, что ж, значение she is driving to work таково, что девушка, во-первых, прямо сейчас выполняет это. Второе. Мы знаем, что действие когда-то ранее началось, и совершенно однозначно действие ещё не завершилось. Ему предстоит завершиться чуть позже. am, is, are, плюс глагол sing – это present continuous. То есть, под present continuous мы понимаем, что глагол выглядит вот так вот, элементом, как бы сборкой из двух элементов. Если мы говорим о себе I, то мы всегда говорим I am или I am в сокращённой форме. И действие, как бы причастие, какой по действию. I am driving – я прямо сейчас еду за рулём, или я являюсь едущей за рулём. He, she или it. Или любое слово, которое можно заменить таким местоимением, например, Michael, Sarah, my friend, a book, a dog и так далее. Потом is – можем сделать сокращение his, не he, is, а his. She is, she is, it's, it is. Очень популярное сокращение it's. И дальше процесс. It's working – оно работает. She is working – она работает прямо сейчас. То есть, начала работать ранее и будет работать дальше. He is working – прямо сейчас работает. Я вижу его за работой, он работает, он выполняет данное действие. И дальше we, you или they, плюс are. А обратите внимание, что you – это и ты, и вы. Всё равно используем связку are. You are, you're, we are, we're, they are, they're. Можем делать сокращение. И процесс через глагол с ing. Inг, в принципе, у нас считается окончанием, но носители языка всё-таки ing больше причисляют к суффиксам. Но это вообще не важно, друзья мои. Просто запомните, глагол с ing, приписочка ing в конце. Надеюсь, этот момент понятен, двигаемся дальше. А теперь, чтобы было совсем-совсем понятно. Если вопросы остались, если вы подзабыли данное время, то смотрим дополнительные примеры. I'm doing something. Я это делаю. То есть, для носителей языка они понимают, что вот я сейчас в этом процессе, я вот в середине, можно сказать, этого процесса. В общем, я ещё не закончила его. Я начала делать это ранее. Я закончу это делать позже. Please don't make so much noise. I'm trying to work. Пожалуйста, не нужно так шуметь. Я пытаюсь работать. Описание ситуации. Please don't make so much noise. Пожалуйста, не нужно делать так много шума. Почему? I'm trying. Я тут пытаюсь. То есть, я нахожусь в процессе, когда я пытаюсь что-то сделать. I am trying. I am trying present continuous. Дополнительное описание. To work. Работать. Я пытаюсь работать. I am trying to work. Для удобства вы можете подставлять слово сейчас. Я сейчас пытаюсь работать. I am trying to work. В английском языке мы можем добавить слово now. Сейчас. Но можем этого не делать, потому что I am trying уже, понятное дело, что я сейчас это делаю. Это то, о чём я вам говорила, что акценты в русском языке мы выражаем помощью дополнительных слов. Сейчас. А в английском языке мы акцент выражаем через саму форму. I am trying. И уже поэтому слово now нам не нужно. Как бы оно и так понятно. Where is Mark? He is having a shower. Где Марк? Он принимает душ. То есть, я понимаю, что он зашёл в ванну, там, не знаю, две минуты назад, он сейчас под душем стоит и выйдет он чуть позже. Марк вовлечён в какой-то процесс. Процесс принимания приёма душа. Have a shower. He is having a shower. Он принимает душ. Let's go out now. It isn't raining anymore. Давай выйдем на улицу. Дождь больше не идёт. Let's go out. Давай пойдём. Призыв. Почему? Потому что нет процесса. Дождь не начался там полчаса назад. Он не идёт сейчас. Он не будет заканчиваться. Отсутствие процесса – тоже процесс. Поэтому мы говорим It isn't raining. Или it's not raining. It's not raining anymore. Больше не идёт дождь. То есть, я говорю, что нет такого процесса. Дальше. At the party. Hi, Jane. Are you enjoying the party? Привет, Jane. Тебе нравится праздник? Party – праздник, вечеринка. Собрание, там, я не знаю, всё что угодно, когда группа людей собирается вместе и что-то там делают, веселятся, развлекаются. Hi, Jane. Привет, Jane. Are you enjoying the party? Тебе нравится праздник? Enjoy the party – это получать удовольствие от праздника. Нравится праздник. Are you enjoying? Тебе это нравится? То есть, ты находишься в процессе получения удовольствия. Are you enjoying? Ну, вот так, немножечко пока для нас, русских, странно, да? Ну, в общем, вот так оно в английском. What's all that noise? What's going on? Чего все шумят? Что происходит? То есть, я слышу, что все шумят. What's all that noise? Что за шум? Я хочу понять, что за процесс сейчас происходит? Я понимаю, что он начался, тогда, когда появился шум. Я понимаю, что раз шум есть, то процесс продолжается. И он будет закончен чуть позже. Я говорю, what's going on? Go on – происходить. What is going on? Что происходит прямо сейчас? Go on – это фразовый глагол. Подробно мы поговорим о фразовых глаголах в конце книги, со 137 урока и до конца. Итак, наши present continuously. I'm trying. He's having. It isn't raining. Are you enjoying? What's going on? Мы видим, что может быть у нас утверждение. I'm trying. Отрицание. It isn't raining. Отсутствие процесса. И вопрос. Есть ли процесс? Are you enjoying? Я думаю, что когда вы видите, что перед вами что-то происходит, понятно всем, что да, вот он процесс. Вот действие, которое прямо сейчас есть. Но не всегда бывает так. И иногда в английском языке у нас как бы процесс не совсем очевиден. Он может не находиться у вас перед глазами, потому что он может быть растянут по времени. Давайте посмотрим, как это все происходит. Вот у нас Стив. Стив говорит друг друга по телефону. Вот что он говорит. I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who... Я сейчас читаю обалденную книгу. Она об одном человеке, который... Ну и пошел пересказ к ней. Итак, мы смотрим на Стива и понимаем, что он-то сейчас не с книгой. Он не читает ее сейчас. То есть, вроде как нет процесса. При этом, почему-то он говорит I'm reading a really good book at the moment. Я читаю хорошую книгу. И есть еще и, как видим, маячок времени at the moment. В данный момент, сейчас. То есть, как будто бы логичное противоречие, логическое противоречие. Но, друзья, противоречия для англоговорящего человека нет. Потому что процесс это не всегда то, что у нас на глазах происходит. Процесс может быть каким-то, скажем, длительным. То, что невозможно сделать за короткий промежуток времени. Ну, вот, например, скажем, учить английский язык. Да? Вот вы, по факту, сейчас находитесь в процессе изучения английского языка. Но если бы даже, я не знаю, вот вы закончили смотреть этот урок и пошли, я не знаю, суп готовить, вы бы все равно находились в процессе изучения языка. Вы бы учили язык. Да? То есть, это длительный процесс. Его невозможно выполнить за одно мгновение. И вот, когда у нас речь о таких вот длительных процессах, которые не выполняются за короткий промежуток времени и не требуют намного большего количества времени, в английском языке мы также можем говорить об этом и даже мы должны говорить об этом через present continuous. Как в данном случае. Стив прямо сейчас книгу не читает в момент речи, но при этом он хочет показать, что он начал ее читать, он не закончил ее читать, и он находится в процессе, потому что процесс как бы, ну, малеха растянулся, да, за два часа книга не читается. И еще пример. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Kate хочет работать в Италии, она учит итальянский. У нее есть цель, she wants to work in Italy, и поэтому она вовлечена сейчас в большой длительный процесс изучения итальянского языка. She's learning Italian. It takes some time. I think she might need maybe a year to improve her Italian. So, this process is pretty long. It takes some time, right? And we say she's learning Italian, though maybe now, in this very moment, she might be doing something very different. Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. So, what do we see here? We have, I have friends. They are in the middle of building a house. They are in the process of doing that. It's not easy to build a house. It can be done in one day, right? Невозможно построить дом за один день. So, the process is very long. And they are involved into doing it. Они вовлечены в это действие. And that's why we say they are building their house. So, they have started doing it. They haven't finished it yet. They are building. They are doing it now. Ну, и вот тут у нас указано даже, когда они планируют закончить. They hope to finish it next summer. Вроде бы, тоже ничего такого сложного. Это более редкий случай, но, опять же, он интуитивно понятный. Просто запомните парочку примеров, дальше уже будете ориентироваться по ним. Дальше, друзья, мы пункт C. Мы можем использовать present continuous не только со словом now и at the moment. Это два самых распространенных маячка времени. я думаю, вы уже их знаете. Но мы можем также использовать их today сегодня. Казалось бы, это же не в данную минуту, это как бы вообще целый день. Мы можем использовать present continuous вместе this week на этой неделе, this year в этом году. Но все это как бы в любом случае периоды примерно сейчас. Просто мы их сравниваем с какими-то совсем большими периодами. То есть, например, контраст this year и последние the past 50 years. Контраст this week с year с годом. Контраст today с this month. То есть, здесь today, this week, this year будут обозначать как бы маленький период по отношению к какому-то большому длительному периоду. Смотрим, как это работает. You're working hard today. Yes, I have a lot to do. Ты сегодня так усердно работаешь, да, мне надо многое сделать. Что мы здесь видим? Что, скорее всего, обычно человек прям так уж усердно не работает. И мы удивлены, почему весь год он ничего не делал, а сегодня вдруг за дело взялся. И мы его спрашиваем, вернее, мы констатируем факт, you are working hard today. Ты сегодня усердно работаешь по сравнению с тем, как это происходит обычно. The company I work for isn't doing so well this year. Компания, на которой я работаю, не очень хорошо у нее идут дела в этом году. Do well как бы хорошо идут дела, все получается. You're doing great, you're doing well, у тебя все получается. You're not doing great, you're not doing well, у тебя не очень хорошо получается. The company isn't doing well, у компании не очень хорошо идут дела this year, в этом году. по сравнению с тем, как это было за последние 10 лет, в этом году у нас дела обстоят не очень. И вот как бы вам небольшой итог по маячкам. Самые популярные маячки времени, то есть слова, которые намекают на наличие present continuous, на то, что глагол надо ставить в формы present continuous is doing are working и так далее. Это, конечно же, now и at the moment. Ну, кроме них, мы теперь знаем, могут появиться слова today, this week, this year. И нередко вот насчет today такая хорошая ситуация, почему-то Мерфи о ней не говорил, как бы он подразумевает ее, но я вам дополнительно сделаю акцент. Today помогает показать на контрасте, что сегодня, в отличие от того, как это происходит, происходит обычно что-то идет совсем по-другому. Например, Mike usually wears shirts, but today he's wearing a t-shirt. Вот у нас Mike, мы знаем, что мы его всегда видим в рубашках, то есть это его стиль каждый день, там я не знаю уже сколько лет я его знаю, он всегда ходит в рубашках. Mike usually wears shirts, а сегодня на контрасте, вдруг в первый раз я его вижу, на нем надета футболка, он носит футболку. Today he is wearing a t-shirt, то есть у нас для того, чтобы появился continuous, present continuous должен какой-то быть, как-то должна быть описана ситуация, должен быть какой-то контраст, да, это он будет понятен по контексту, либо нужно его дополнительно ввести, вот как в примере с Майком. И, друзья, мы последнее, у нас есть ряд глаголов в английском языке, которые подразумевают процесс, то есть какие-то изменения, что ситуация есть, она длится уже какое-то время и в ней происходят какие-то изменения и она не завершена. Что же это за слова такие get, становиться? Например, если я гляну в окно, вот прямо сейчас я гляну в окно и вижу, что у меня там сумерки надвигаются, я скажу it's getting dark, it's, it is, it's getting dark, то есть становится темно, я понимаю, что еще до конца не потемнело, я понимаю, что темнеть это процесс, get dark, да, и я хочу показать динамику, it's getting dark, change, меняться, прям намек на изменения, да, на процесс, become, становиться, increase, увеличиваться, да, увеличивать, rise, поднимать или подниматься, fall, падать, опускаться, grow, расти, увеличиваться, improve, улучшать, улучшаться, begin, начинать, start, то же самое. Смотрим примеры. Is your English getting better? Твой английский улучшается? То есть, чтобы улучшить английский, это за день не делается, да, невозможно, друзья мои, там, я не знаю, пять лет его учить, и вдруг за один день, у тебя, бац, английский стал уровнем advanced, да, это невозможно. Английский улучшается постепенно. It's getting better eventually, day after day. То есть, здесь мы говорим о длительном процессе. The population of the world is increasing very fast. Население мира увеличивается очень быстро. It is increasing. Оно увеличивается. То есть, мы понимаем, что в какой-то период пошел резкий рост количество людей в мире, да, бумраждаемости, и мы понимаем, что процесс продолжается. То есть, он начался, он продолжается, и изменения будут происходить далее. The population is increasing. At first, I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. Вначале мне не понравилась моя работа, но теперь мне начинает она нравиться. То есть, как бы я в процессе того, что я начинаю любить свою работу. Я еще не люблю ее. Но я уже чувствую какие-то изменения, да, я уже привыкла к коллективу, к рабочим будням, да, к тому, что мы ходим там, пьем кофе с коллегами в 10 утра, обсуждаем там что-то. То есть, я начинаю входить в этот процесс. I'm beginning to enjoy it. Вот такое вот, как бы, ощущение процесса. Постепенно оно у вас сформируется, друзья мои, не надо прям сразу требовать от себя всего. Work. You will feel that the situation is getting better. It's becoming easier for you to understand this topic. И вам постепенно будет проще понимать эту тему. Это процесс. Поэтому, друзья мои, дайте себе время. Окей. Вот тут мы с вами закончили основную часть нашего урока. И я бы хотела просто повторить кратко, что мы, о чем мы с вами говорили. Краткий итог по Present Continuous. Итак, Present Continuous. Настоящее продолженное время. В предложении выглядит как I am doing. I не относится к Present Continuous. I am doing относится. Это всегда вариант глагола B. Am, is или are. И само действие, сам процесс в инговой форме, который за время не отвечает. Общая схема. Автор действия, потом am is are, потом действие с окончанием am, in. Итак, глагол в Present Continuous нужен, чтобы показать, что действие происходит сейчас, в данный момент. Также процесс может быть растянутым во времени. Как бы прямо сейчас он может не происходить, но так как он требует много времени, то мы также используем ту же самую схему, тот же самый шаблон. Налицо у нас будут происходящие изменения, да, или какая-то динамика. Слова-маячки, которые могут сопутствовать Present Continuous. Это now, at the moment, today, this week, и так далее. Ну и вот вам общие шаблончики для вопроса, утверждения и отрицания. Друзья мои, если урок вам понравился, жмите лайк, не забывайте, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал OK English, смотрите плейлист с полным разбором всех юнитов синего Мёрфи. На данный момент все уроки уже записаны, друзья мои. Это просто у меня, скажем, давно возникло желание немножко переписать старые уроки, где было не очень хорошее качество. Поэтому так, немного у нас будет меняться качество уроков, потому что писала я их, это был тоже процесс длительный, который занял у меня целых три года. Я вот потихонечку как бы дорабатываю, да, процесс не заканчивается. Итак, мои соцсети, вот здесь в контактах, на фейсбуке вы найдете наши группы по OK English, мой инстаграм, здесь сайт okenglish.ru более 500 статей на тему английского языка, огромное количество учебных материалов. oktest.ru прекрасный сайт, где вы можете совершенно бесплатно потренироваться и выполнить дополнительные упражнения для каждого юнита. Очень удобное у нас оглавление, вы не потеряйтесь, обязательно переходите на этот сайт, тренируйтесь, делайте дополнительные задания, заданий много не бывает. Также есть у нас сайт okaudio.ru для тех, кто хочет прокачать свое понимание английского на слух, огромное количество аудиозаданий и тестов, которые вы также можете выполнить онлайн. И два сайта дополнительных oktext.ru здесь вы найдете тексты и топики на английском с переводом, а также с аудио и okverbs.ru фразовые глаголы. На этом, друзья мои, я буду с вами прощаться, занятие для вас провела Елена Викторовна, вагнистая, канал OK English, вы находитесь в плейлисте English Grammar and Use «Английская грамматика среднего уровня», которую я делаю по прекрасной книге автора Реймонда Мёрфи. Ну что ж, до скорой встречи в новых уроках и желаю вам успехов в освоении английского языка. Bye-bye! Субтитры создавал DimaTorzok